Прозрачным утром На мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Открыты двери, уютней стало Заходи в ночах Мы будем вместе листать сначала Старый календарь О дни большого города горят Антенны шепчутся на мокрых крышах О чем соседи в доме говорят Никто и никогда не услышит Знаешь, Зинаида с семьей съезжает в съемную квартиру Да ладно Серьезно Ну и слава богу, а то Руслан с Майей уже завели друг друга Так лучше будет Ты-то как? Дурдом Прикинь, мои предки хотели меня с Викой вместе поселить Еле отмазался С Викой? Я тебе серьезно говорю О, не отжигают у тебя Макс, прости, что я тебе напоминаю Но у тебя джинсы Третий день уже возле кровати валяются на полу Ну они упали Я понимаю, что ты их туда не специально складываешь Ну ты поняла, да? Это был намек на то, чтобы ты их поднял и закинул в стирку Мамочка, ну какая разница, где им валяться? Ну там или в стирке Между прочим, я вчера все постирала, если ты не заметил И вообще, ты прекрасно знаешь, что я работаю на двух работах С утра и до ночи А включить машинку много ума не надо Мог бы и сам догадаться Мамуль, прости, я все сделаю Извини меня, пожалуйста Я же знаю, ты сейчас на дежурство бежишь Да А Гуля с вами сегодня в смену? Да, а что? Да нет, ничего, привет ей Не забудь убрать джинсы Мам, дай допить кофе Все, я помчал О, что это, боже мой О, деревня, шо это? Кокос от огурца кричить не могут Кокос Щипа ему принес, Степан Ты чего несешь ты его так? Он же не стеклянный Да Чего тебе на кокос-то поднял в руку? Ты понимаешь, я это иду по рынку Ну вижу, кокос продается Ну как, ну не мог же его не купить Я всю жизнь мечтал кокос попробовать Расскажешь потом Впечатление Степ, ты пять лет его так открывать будешь Да к рекламе, ты понимаешь, просто там это, ну, срезал Трубочку воткнул и пейся А это что же такое-то, как он Да что ж такое-то, а? Степ, его по-другому надо Ну а как он открывается-то? Все, молотком его давай, молотком О, Субтитры сделал DimaTorzok Оль, ты чего пришла? Не могу больше дома сидеть Переживаешь все Все вещи раздала Все равно все о нем напоминает Как будто вчера уехала, а завтра приедет Ну, время лечит Я знаю Тут еще кое-что Что такое? Не важно Слушай, Оля Какая-то ты странная Может, ты поедешь куда-нибудь Развеешься Становку сменишь Куда я поеду? Как куда? К маме поезжай Возьми отгулы Какой ты работник в таком состоянии? Вам налить, Мельтина Петровна? Спасибо Я сама Кольенька, тебе сколько сахара? Да, ну, перестань, ну, я сам Дай мне за тобой поухаживать Ну, хорошо, все, спасибо Хватит Пирожные ешьте, вчера купила А то испортится Какая ты у меня заботливая сегодня Просто золото Ну, перестань Я тебе всего лишь чай подала А ты уж меня захватываешь Ну, нет, нет Тут дело не в чаю Я же вижу, как ты стараешься для семьи Чистота кругом Все постирно Рубашки поглажены Просто вчера у меня было на это время Угу Впервые в жизни Решила день дома провести Чтобы не шляться Слушай, ты сегодня Возвращайся пораньше с работы Хорошо Я постараюсь Хорошо Угу А что, у нас какие-то планы? Ну, я тоже хотел сегодня пораньше Прийти с работы И побыть с тобой Я постараюсь Ну, а что это, на работу нужно обязательно марафет наводить, да? Представьте себе Мелетина Петровна Хочется хорошо выглядеть М-м-м Даже на работе Ну, вот опять Домой прибежал Сумки свои похватал И в институт Никакой возможности нет с ним поговорить Не будет он с тобой говорить Ну как, Андрюш, мы же должны знать Что у них там с Викой произошло Я же переживаю, что они Поругались, расстались Прям все клещами из него тянуть надо Он чувствует, что ты ее с расспросами полезешь Вот и убегает Нет, я, конечно, понимаю Что он не привык делиться Своими переживаниями Но я же хочу помочь ему, понимаешь? Сомневаюсь, что мы чем-нибудь сможем помочь Только хуже сделаем, если будем расспрашивать Мой тебе совет Не лезь ты к нему Захочет, сам скажет Нет, ну с вами мужиками Вообще невозможно разговаривать Да что же это такое, а? Вам бы лишь бы все на самотек Пусти, чтобы само собой Как-нибудь так рассосалось А я так не могу, понимаешь? Я не могу Я пока не узнаю, что там произошло И не пойму, могу ли я чем-либо им помочь Я не успокоюсь Это чья тут? Моя Ты точно стал как мать Конечно Та тоже попьет чай и бросит в раковину Бежит на работу Бязные посуды, вон сколько Как будто в доме полно слуг Бабуль, я потом же помою О, видал, а? Еле нашел Ага Это ты что, полку собираешься приколачивать, что ли? Не, вон она Вскрывать сейчас будем Ну а что ты? Опять с помойки принес Вот сама ты с помойки, Милетина Это ж кокос, я его на рынке купил Совсем рехнулся Ну зачем тебе кокос, Степ? Я его выпить хочу Ой, боже мой Из трубочки Ой, без тебя Как по телевизору Ой, без тебя попутал, Степ С этим кокосом Лучше бы деньги с умом тратил Так, ну-ка, малец, помоги Побойте? Да, держи Давай, дядя Степ Степ, смотри-то В центре, бей Ага, ага Слушай, нет, ну Стань, давайте только нормально, чтобы удать Ну что ты, или правее давай Стань По пальцам смотри, бей, не попади Да не боись, пацан Господи, благослови Да, ой, да, Степ Ай 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 А ты, идиоты Да, чтоб вас скрючило Ой, ой Да, чтоб этот кокос поперел в горло встал Парши, ши, ши Чуть не убили меня Ой Ой, батюш Ой А главное, ты не вскрылся Че, еще раз? Надо бы Лиза, сядь, пожалуйста Что? Мне надо с Леной поговорить Ну? Что за детский сад? Ты о чем? Про репетиции, про что же еще? Слушай, давай все вопросы после занятия, ладно? Тем более, если по поводу репетиции, то это не ко мне, а к Лиде Она теперь твоя партнерша Что, принял выбраняться только те, что? Отвернись, а! А ты чего еще дома? Работу отменили? Да нет, сегодня совещание только вечером А что ты хочешь, чтобы я ушел? Может, я тебе мешаю? Вот опять ты начинаешь Хватит меня во всем подозревать Это невыносимо А ты думаешь, мне выносимо? Значит, что моя жена только и ждет того, чтобы я ушел побыстрее Какой же ты дурак Ну все, все, хватит уже Оба хороши Майя Ну, в кого у тебя такой характер вредный? Меняй характер И ты, Игорек, тоже помягче Она ведь только спросила тебя, почему ты дома? А ты уже нафантазировал в стреку рыба Да, пусть утошняет, что она имеет в виду Вот видишь, мам А ты замолчи Не надо грубить мужу Я только одного хочу Чтобы вы помирились Потому что любая ссора может плохо отразиться на здоровье ребенка Я с ней не ссорился Я тоже Знаете что? Я, пожалуй, пойду пораньше С документами поработаю Перед совещанием Пока До свидания А ты поласковей с ним будь Поласковей Поняла? Давай, 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 Степан Степан, поднажми Зацепиться Степан, ну поднажми, правда Представь, что портфей не знаю Чего портфей, знаешь, как портфей легко-то открывается Там крышку подклупнул и хлебай себе Давай, поднажми, поднажми, Степан Кто за крик был? На бабушку, по-моему, на твою похожую Похожую Потому что мы с Степаном ее чуть кокосом не убили Чего? Кокосом не убили Она о нас обиделась, обматерила нас И ушла крутить педалями эскалатора в своем метре Очень смешно, а? Не стыдно? Ну хватит уже на бедной женщины старые издеваты Ну что вы все? Ну мы не специально же Лева, ну что, это же мы, она же вон так открывается А бабариха, что тут она под руками бегает? А не специально, действительно Прыгает Не оправдывайся Ой, может я правда зря его купил, а? Ты гляди, вот только деньги на ветер, а? Степан, Степан, не сдавайся Не сдавайся, Степан, крути давай Поднажми ее Ну давай Мне хоть бы зацепи Ну давай я... Ну давай я... Все, 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 все Все Мы откладываем операцию штопор И возвращаемся к операции молоток Ой, велика заслуга, а? Белье постирала К чаю ему подала сегодня А он лопухой растаял Наивный у вас, Антон Петровна А сегодня с утра уже накрасилась и побежала Ясное дело, шашник пошла крутить А он рогами трясет Я ничего не знаю и знать не хочу Так, Лада, хватит Вот как бы нам проверить Чтобы и самим убедиться И Колю носом ткнуть, а? Да как тут проверишь? Как? Есть план Какой? А почему бы мне самой не сходить в больницу? Ну посмотреть, что там ваша Инга на дежурстве делает Вместе с этим доктором, зав. отделением О как Хитро придумано Вот как у нее дежурство заканчивается? Любка Молодец Слушай, а мы Иванову-то таблетки давали? Что забыла в самом начале А, ну да Совсем память дырявая Ты меня память дырявая Совсем забыла тебе привет передать От кого? От Тимура Да ладно, передал Да ладно, передал Честная пионерская А как у тебя с Павлом? Да все так же, если не хуже Ввязла я голь по уши Не знаю, что делать Слушай, ну что делать, что делать? Любить и быть любимой Да Семью-то я тоже люблю Вот так вот выбираю Между семьей и ним Ой, не знаю Не могу разделиться Пополам порваться Да ладно Пусть сейчас пока идет Все как идет Само собой Со временем Все разрешится Да, вот этого я и боюсь Больше всего Что все это разрешится Ну ты как? Да вот как видишь Все так же Все это женщина с ребенком У меня из головы не уходит Да, я понимаю Ситуация не из простых Элла, подскажи, что мне делать? Может мне поехать туда? Держи Да нет, тетя Нур, зачем? Я в институте перекушу Не надо Бери, бери Деньги сэкономишь Ладно, спасибо Все, я побежал Олежек А ты не знаешь Кто это у нас ванну Внеурочного Ну у нас по списку Очередь Захаровых была А Эва говорит Ванну же до зеркального Блеска очищена Да это я Ну, мылся просто И решил помыть Ну, чтобы для всех как-то Ну, я даже не знал Что у вас очередь какая-то Обязательно Я ей расскажу Да нет, нет, нет Не надо Мне не сложно было Я очень рада Что тебя приняли у нас в коммуне Да я и сам заметил Что соседи ко мне Как-то стали по-другому относиться Да, все о тебе очень хорошего мнения Ты их расположил к себе Это было, ох, как непросто При взятом отношении-то поначалу Ну, я старался Ну, беги, беги Все, 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 да, побежал Я ведь понимаю, что Так долго продолжаться не может Что отношения наши обречены Не хочу думать о будущем Ну, не думай Еще и успеешь накруститься Когда все это закончится Если закончится Ты думаешь, есть другие варианты? Ну, бывает всякое Бывает, создаются новые семьи Нет, я так не смогу Вообще, надо взять себя в руки И надо как-то это все закончить Да? Подожди минуту Павел звонил Ну, что, пойдешь к нему сегодня? Не знаю Кур, я не знаю, что делать Не стоит принимать поспешных решений Ты знаешь, я, конечно, может быть, не права Но мне кажется, что ты себе будешь только душ убередить в виде ребенка Леонида Тебе будет очень сложно принять Принять то, что у какой-то женщины есть ребенок от него А у тебя ничего не осталось Да я-то переживу Вот о семье Они же вообще ничего не знают Знаешь, Оль После землетрясения, когда все мои погибли Я тоже какое-то время все цеплялась за прошлое Что-то ждала Искала На что-то надеялась Оля, ну, чудо, не произошло Потом я уехала из нашего города У меня У меня совсем не осталось общих вещей Даже фотографий Понимаешь, не осталось ничего Чтобы мне могло напоминать о Мамеде И что? Олечка, милая, тебе нужно как можно скорее прекратить жить в прошлом В твоем случае это было бы верным решением Что же делать-то? Знаешь, а ты пошли деньги этой женщине А сама уезжай к маме в Белоруссию Отдохнешь там А потом, как только придешь в себя Тогда и будешь думать, как жить тебе дальше Давай, давай, давай О, вроде схватилась Это что за бойни здесь происходят? Это мы с кокосом боремся Какой же это кокос-то, а? Одно название А ты что хотел? Я хотел его молока попить Степа Ты не переживай А насчет молока ты обычного себе купи Вот туда вот залей И пей через трубочку, сколько влезет Ладно, Степа Ну, не расстраивайся Степан, ну, молоко только в свежих кокосах бывает А вот то, что у нас продают Ну, это же совсем другое дело Видишь, какая дурь это нашего брата Не, похоже, я в него не молоко налью Лена, подожди Ну, что еще? Давай поговорим серьезно Как профессионалы О, какие слова Как профессионалы Хватит стебаться, я серьезно И что же ты мне серьезно, как профессионал, профессионалу скажешь? Ты меня подставляешь Этот отрывок дали нам обоим Мы должны показать его вместе Может быть, ты как профессионал С своей партнершей поговоришь? С Лизой Тебе с ней играть Если ты пошла на принцип, тогда я тоже иду Я ставлю вопрос этот перед мастером Ну, как, Толенька? Ну, как, как, никак Все места себе не нахожу Не знаю, чем заняться Да, горе какое Там предупреждение Что все вы не вечно Знаешь, как знак свыше Для меня, по крайней мере Какой знак? Да вот думаю, надо поскорее Оформлять завещание на племянника Подумать о живых, пока сама жива Олег мой единственный родственник И меня все отговаривают Ну, пусть отговаривают Решение-то все равно вам принимать Да я и решила уже Буду оформлять Ну и правильно Надо о других думать А не о том, что у нас скажут У меня тоже ситуация непростая А что такое? Я еще никому не рассказывала Только Эва знает У Лени, оказывается, сын есть В Таганроге Ну, как все? Съедобно? А ты на, угощайся, Макс Ага Съедобно Гадость Жуткая А ты еще зубы сломаешь Вот так вот купишь На своей кровной Вот такой вот А потом будешь Полжизни на стоматолога работать Знаешь, я не люблю этих живодеров Знаешь, как говорят Хороший стоматолог Мертвый стоматолог Ну и что же мне? Райское наслаждение Стек Умнее надо, потому что быть И не вестись на всяком там рекламу Так что за реклама-то? Хрень собачья Врут они Все Ничего, ничего Я в следующий раз Манго куплю Ну, там хоть мякоти есть Степ Ты осторожней Манго, фрукт специфический У него косточка, понимаешь? Эта косточка должна Легко от мякоти Отделяться И отделять можно Только специальной ложкой Другим нельзя А у тебя Топором-то не получится С молотком Нельзя Степа, манго есть Это тебе не гетсы читать Вот то ж Вот ж Ой, как страшно Сейчас просто с инфарктом Смолюсь Я сказал, сделаю Что, побежишь на меня мастера Жаловаться? Какая нехорошая тебя бросила Вперед из песни Я пытаюсь с тобой поговорить Как со взрослым человеком Да я тоже Представь себе Слушай, репетирую с Лизой И все у всех будет хорошо Неужели не видно, что мне с ней некомфортно? А тебе с Лизой некомфортно? А меня от тебя воротят Понимаешь? Я тебя видеть не могу Не то что с тобой репетировать Господи, ты, боже мой Дело что хочешь Хоть декану пиши И, между прочим, я без тебя прекрасно сыграю с Мишей А если ты без меня ничего не можешь Так может тебе профессию сменить Не подозревал никто У нашего Леонида сын И скрывал столько Ну вот, все читаю, перечитываю Дорогой Леня, привет тебе от Сашки Отпраздновали его третий день рождения Спасибо за деньги, которые ты нам перевел Купила Сашке джип Он очень хотел Сказал, что от тебя Сашка очень радовался Вот ждет тебя, когда ты приедешь Спрашивает, где папа Позволишь? Конечно, вот еще Фотография здесь Славный какой малыш Да Что ты делать собираешься? Я не знаю Эва говорит, что надо переслать деньги И забыть Что, мол, надо новую жизнь начинать И все старое перечеркнуть Сложная ситуация Нет, с одной стороны, она права Кто я им? Никто Но с другой стороны Это же все-таки Ленина кровь Им же Тоже сейчас тяжело будет Тоже сейчас тяжело будет А так я, может, приеду Скажу, что с Леней случилось Может быть, помочь чем-то надо Не знаю, Оленька, ну Трудно в такой ситуации советовать Тебе решать Но ты же сама меня поддержала В вопросе о завещании Ну да Импатия тоже сейчас непросто будет Почему он мне не сказал? Как будто бы я не поняла бы В жизни разное случается Все оступаемся И потом, ведь мальчик родился До вашей с Леней свадьбы Ну да Нет Не надо мне никуда ехать Отправлю деньги И все Ну ты целый день Смотришь на честь Да время ползет, как черепаха Ой, не знаю У меня летит ласточкой Только сяду за английский Опять нужно бежать Кому-то делать эти уколы Слушай, Инга А ты английский не знаешь, случайно? Знаю О, а как будет подушка? Потому что мне нужно Предложение закончить Беллоу Точно, спасибо Ну все Так Ну а ты-то что, все маешься? Все маешься и маешься Давай беги, что ли, к своему любимому Кур, я не должна этого делать Я слышала это сто раз Лучше сейчас Чем потом после смены Объяснять своим родным Где ты задерживаешься Ну дежурство же Ну да ты как тут одна Я прекрасно без тебя справлюсь Потому что помощь я тебе Моль Вон на часы Только и смотришь Больше ничего не делаешь Плюс все засекут Кто? За поделением уже ушел А дежурный врач Я ему все объясню Что-нибудь придумаю Спасибо Ну не делай Мальчика Все занимаешься Отдохнула бы Нет, я когда отдыхаю Чувствую, что тупею А еще я чувствую себя инкубатором Для выношения ребенка Игорь звонил? Нет, наверное, еще на совещание А вот это тебе Твоя любимая Спасибо Кушай Какая же ты у меня Красивая моя С такими генами У вас с Игорем Родится Красивый ребеночек А ты думаешь Я не вижу Что с тобой происходит Думаешь Не понимаю Не чувствую Что? Вон Какие глаза у тебя грустные И это давно уже Скажи мне честно Что у тебя с Русланом? Вызывали? Да, Руслан, заходи Присаживайся Ну, как занятие? Доволен? Ну, да как у всех А как идут репетиции? Ну, они... Ну, понятно Дело в том, что завтра мастер Хочет показать твой новый отрывок Одному кинорежиссеру Дмитрию Руденко А зачем? Ну, Дима сейчас запускает новый проект Ему нужен главный герой Как раз твой типаж Так что звони Леночке Усиленно репетируйте У вас мало времени Иди Ну, я не готов Что значит не готов? Ты мальчик талантливый Талант он сразу виден В том, я слышала у вас хороший отрывок А может быть ты не хочешь сниматься в кино? Да нет, что? Хочу Ну, тогда иди репетируй Иди, не волнуйся Все у вас получится Иди Понимаете, это невозможно Что значит невозможно? Как ты угадал, что это мое любимое? Я не знал Наверное, потому что Оно мне тоже нравится Ну, вот видишь, как у нас много общего Это уже о чем-то говорит Прости, а можно? Не вопрос в лоб Ну, конечно Ну, и что же это за вопрос такой В лоб Скажи, а ты со мной встречаешься, потому что А ты меня узнаешь о Руслане? Серьезно так подумал? Ты извини меня, но У меня сложилось именно такое впечатление Ну, ты даешь Я похожа на такую лицемерку Да если бы мне нужен был Руслан Я бы сейчас с тобой тут не сидела А я даже репетиции отменяю ради тебя А если ты со мной Непонятно, почему ты здесь сидишь тогда? Ты извини, я Я, наверное Не понял На самом деле я Я очень рад, что ты сейчас здесь Да ладно, забыли Нет, правда, прости Лена отказывается со мной репетировать Что значит отказывается? У вас же так все хорошо складывалось Ну, раньше складывалось Сейчас все плохо Ну, это моя вина Значит, ты остался без партнера? Я сейчас репетирую с Лизой Ну, и прекрасно Покажи отрывок с Лизой Ну, но она же Ну, я понимаю Ну, обыграй как-нибудь Ну, постарайся выстроить с ней работу Найди к ней подход Я не могу с ней работать Послушай, Руслан Тебе в жизни будут встречаться Не всегда люди по таланту Надо уметь подстраиваться Что мне тогда делать? Я не знаю, что делать Завтра днем показ Все А ведь в жизни все бывает, Маечка Я все пойму Скажи мне Все еще любишь его, да? Да Я не знаю, что мне с этим делать Я когда вижу его У меня все внутри переворачивается И сразу на все плевать Я хочу уехать с ним куда-нибудь Вдвоем С ребенком И на Игоря плевать Потому что я его никогда не любила А любила всегда Руслана А когда он ко мне в больницу пришел И в любви признался У меня словно крылья выросли Я так виновала Я так виновала Да, на Иванова все заполнила Робушеву три часа назад поставили капельницу Да, все, несу Здравствуйте О, Гуля Вы меня помните? Да, вы, кажется Знакомой Мелетиной Петровны? Так точно Мне бы и с Ингой поговорить По какому вопросу? По личному Ну, если по личному Вы могли бы позвонить К тому же, что за личные вопросы Во время работы? Ну, это вас не касается Так, где бы Баренко найти? Боюсь, что сейчас Это невозможно Это почему еще? Ну, потому что она с пациентом Ставит капельницу Ну, тогда я подожду Думаю, вам придется долго ждать Здесь запрещено находиться посторонним людям Тем более по личным вопросам Мне в таких случаях полагается вызвать охрану Подождите А с зав. отделением я могу поговорить? Тоже по личному вопросу? Ну, почему по личному? По медицинскому У зав. отделения сегодня выходной А вам я повторяю Вам здесь находиться нельзя Иначе я вызову охрану До свидания Можно? Проходи, Иваль Леонора Генриховна Я тут еще одно письмо нашла От Иры От этой И Сашенька там Такой рисунок вложил Он с папой за руки держится Бедный мальчик Я вот все думаю, думаю Лень же откладывал деньги для них Я, наверное, сама отвезу Скажу, что случилось Может, чем-то помочь надо Золотое у тебя сердце, Оленька Ты сегодня же мало кто вот так может Ты когда ехать собралась? Да я соберусь да поеду В магазин я уже договорилась Чего тянуть-то? Билет только возьму Ты правильно решила Знаешь, на душе как-то легче делается Когда понимаешь, что Такие люди как-то еще на свете есть Думаете, я правильно поступаю? Да, конечно Ну ладно Пойду соберусь С Богом Спасибо И думать об этом не смей Ты ведь носишь ребенка от Игоря И какие-то мечты взращиваешь об Руслане Потому что я люблю его Да нет никакой любви Ты ее придумала, выдумала Нет ее, понимаешь? Нет К кому? Голодранцу любовь-то Он не голодранец Он учится во ВГИКе Он актером будет Да не надо нам никаких артистов Не надо! Ты сама знаешь, какая у них жизнь Ведь у них только единицы нормальные Деньги получают А остальные сосут лапу И спиваются от невостребованности Руслан не такой Он талантливый Все Все хватит Чтобы я имя его не слышала Ты ждешь ребенка от Игоря И все, точка Поняла? Игорь нормальный, порядочный Образованный Надежный Стал на ноги Не то, что этот голодранец Который вообще неизвестно Что из него будет? Из этого Руслана, а? С любовью мне что делать? Ничего не делать Это пройдет Все пройдет Со временем Когда вы не будете Друг друга видеть Поняла? А что такое любовь? Я тебе скажу Значит так Маечка Любовь это когда Тебя любят А тебе заботятся А ты это принимаешь Потом через год Через два В твоем сердце Начинает прорастать Это любовь Корни И ты это чувствуешь Вот так и вы Вы же будете С Игорем жить И радоваться Ребенка растить А ты ребенка полюбишь И полюбишь Его отца А Руслане А Руслане Ты даже вспоминать не будешь А если вспомнишь Без сожаления Ясно тебе? А чтобы вы Меньше друг друга Мучили Вам нужно Меньше Друг с другом Видеться И поэтому Мы съезжаем Отсюда И чем быстрее Майя мы уедем Тем лучше А эту комнату Я продам Продам Чтобы у тебя Даже надежды Не было Поняла? Привет, мам А где Инга? Там, где есть она Тебя нет Понял? Поторопился Торт купил К чаю Ну вот и ешь Свой тортик Один Да ладно Наверняка опять Срочное дело на работе Ага Срочное Чего-то позвоню Узнаю Наверное С пациентами Не подходит Да плевать Ей на тебя А ты, дурак Очевидных вещей Не видишь Есть у нее Кто-то Вот попомни Мое слово Проходи Я боялся Что ты не придешь Поша, я пришла Сказать, что Я пришла В последний раз Главное Что ты пришла Паш Мы не должны Должны Как учеба-то твоя? Фигня полная Чего так? Ленка опять Меня завтра на пробы к режиссеру пригласили С партнершей С Лизкой только позориться А Ленка свой характер показывает Ну Чего ты комплексуешь Из-за Лизы? Да потому что она никакая Ну не знаю, Руслан Поговори с Леной Объясни ситуацию Пускай войдет в положение Ее просить о чем-то Значит унижаться Ой-ой-ой Знаешь, я без нее справлюсь как-нибудь Встречаешься с ней? Все понятно Вот она с кем время проводит Вместо того, чтобы при Питер Газзаба Слушай, дружище Ты полячишь на поворотах, да? Ты много себе позволяешь Ладно, забыли Прости Ничего Это новость-то знаешь? А, что Степан, Мелитин Петрович Кокосом не убил? Нет, нет Зинаиды продают комнату И завтра они в травме Переезжают на съемную квартиру Ты что, не знал? Я люблю тебя Я не могу без тебя Я рад, что мы отсюда уезжаем Ты считаешь, я опасен для вас? А ты думаешь, я не знаю, что ты любишь, Майя? Мы докажем Коле, что его жена гулящая стерба И ты займешь ее место Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok